Он осмотрел прилегающую территорию и сам Манеж. По словам подрядчиков, строят его, по примеру, спорткомплекса в Липецке. Зал разделен на несколько секторов с сооружениями для занятий гимнастикой, беговыми дорожками, песочными ямами для прыжков в длину и местами для толкания ядра. Пока это единственный в регионе Манеж такого уровня. Тренироваться в нем будут не только спортсмены со всего района, но и даже сборная России. Завершить все работы в Манеже планируют уже к концу этого года. Трибуны будут на 360 мест. Триста стационарные, да, возможности телескопическое. Вот здесь вот, это Манеж. Здесь будет волейбольная площадка, да, баскетбольная, да? Да, здесь площадки будут уличные, да. Это перспектива, у меня уже проект готовый. Во время рабочего объезда города Александр Ткачев также посетил скейт-площадку. Построили ее несколько лет назад и сегодня она пользуется особой популярностью среди молодежи. А вот художественные и музыкальные таланты Славянска-на-Кубани губернатору продемонстрировали в Центре развития детского творчества. В нем почти 20 секций. После урока в школе здесь дети оттачивают свои танцевальные и вокальные навыки, рисуют картины, учатся журналистике. У главы региона юные корреспонденты даже взяли небольшое интервью. Как отметил во время визита губернатор, Центр – это настоящая кузница талантов и альтернатива улицы. Воспитанники учреждения уже не раз становились победителями российских и международных конкурсов. Мы были в Париже, выступали на сайте Диснейленда и катались на разных тротуарах. А это было как впечатление, да? Или что у вас было? Почему там были? Пригласили. Мы пригласили нас. Ну, здорово. Как Париж, понравился? Да. А Дисней? Да. Спасибо. Спасибо.